маткульт привет сейчас я расскажу вам одну очень интересную задачу неожиданную рассмотрим две карты москвы вот одна из них москва внутри мкада так было когда-то 40 лет назад эта карта москвы масштаба 1 к 100 тысячам то есть в одном сантиметре на карте 1 километр на местности но есть еще одна карта москвы которая гораздо более крупная она имеет масштаб 1 к 40 тысячам то есть сантиметре здесь умещается 400 метров на местности теперь я делаю следующее я закрываю глаза и честно не глядя как-то кидаю одну карту на другую о попал главное чтобы я попал внутрь контура мкад иначе фокус мог бы не пройти утверждается что можно взять шило и проткнуть обе карты в одном и том же географическом месте сейчас я расскажу как это сделать это очень неожиданный результат то есть как бы вы не положили карту это всегда возможно что же для этого надо сделать для этого сейчас мы посмотрим во первых на север-юг на большой карте север там а юг там потому что она у нас закреплена на маленькой карте почти на оборот получилось вслепую север там а юг там так вот я теперь делаю следующее я на этой маленькой карте фломастером обвожу ту территорию которую сама вот эта маленькая карта занимает на большой поехали итак я должен условно повернуть еще раз почти на 180 градусов и уменьшить в два с половиной раза и соответственно адаптировать так чтобы действительно это была та самая территория так она вот здесь будет лежать она будет закрывать весь центр вот примерно вот так она будет расположена карта вот эта территория которая которая занята которая не видна вот на большой карте а что дальше а дальше надо проделать в точности то же самое уже на красной карте то есть вот это воображаемая до карта москвы еще меньшего масштаба 1 250 тысяч мы теперь на ней рисуем какую часть этой новой карты занимает значит старая на большой или что то же самое вот эту вот красную территорию рисуем теперь на ней же тоже уменьшенным образом так снова поворачиваем получается у нас поворот на 180 до почти на 180 до почти на 180 до прижать и в эту сторону видите что уменьшается территория которой мы рисуем каждый раз ну и в общем более-менее вот это место и получится когда его буду протыкать это будет у меня получаться место в районе южной оконечности садового кольца протыкаем смотрим поднимаем ну да так чуть-чуть у меня как бы здесь естественная погрешность связанная с исполнением механическими средствами но действительно вот южная конечность вот я сюда ткнул вот так что вот такой потрясающий результат но с чем это связано наверное вы понимаете да речь идет о теореме о вложенных компактах у нас последовательность вложенных друг друга компактов уменьшающегося размера всегда должна иметь неподвижную точку по некоторым результатам из математического анализа но в нашей ситуации все гораздо проще потому что преобразование плоскости которая переводит вот эту карту в эту то есть разворачивает и сжимает является афинным преобразованием и его линейная часть она имеет определитель который меньше единицы вот ну и потом потом мы просто иперируем эту процедуру и вот в результате мы получаем ту самую точку которую и пробиваем насквозь а что такое компакт но общее топологическое определение стоит в том что компакт это такое подмножество у которого если как угодно на него накидать открытое множество то можно выкинуть все кроме конечного их числа но это сложно понять с первого раза есть еще определение метрического компакта но я сразу же перехожу к определению компакта в конечномерном евклидовом пространстве которые вы знаете с самого детства а что это такое а это просто замкнутое ограниченное множество что такое замкнутое ну например карта москвы будет компактом если я включу мкд а если без мкд то уже не компакт потому что это открытое множество получается прямая да она никак не получится из нее компакт потому что она не ограничена она продолжается бесконечно туда и бесконечно сюда то есть у множества должен быть конечный диаметр да то есть можно из любой точки в любую попасть за совершенно определенное время не большее там некоторого значения ну и вся граница множество тоже нем лежит ну и собственно говоря теорема стоит том что у любой последовательности вложенных друг в друга компактов убывающего к нулю диаметра существует общая точка пересечения всех этих компактов спотан спотан помоги мне стать матан спотан сапатан споты помоги мне стать known спотан Субтитры сделал DimaTorzok